Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим на такую тему, как отказ от тренировок и потеря мышечной массы, либо наоборот ожирение, да, после того, как вы забросили тренировку. Правда это или нет? Итак, что же такое организм? Организм это огромнейшая машина, которая выполняет разные функции в нашем организме. Это кровоснабжение, жизнеобеспечение и так далее. Наше сердце работает, наши все органы работают. На это тратится огромное количество энергии. Для этого нам нужно кушать, чтобы как машина работала на бензине, да, так нам нужна еда, чтобы наш организм работал и функционировал нормально. Знаете, как работает организм? Организм старается экономить нашу энергию. Организм очень экономная вещь. Хоть у него очень много функций, но он старается все экономить, потому что ему нужно выполнить огромную кучу заданий. Но что происходит, когда мы тренируемся? Когда мы тренируемся, наш организм вынужден тратить больше энергии. Почему? Потому что мы травмируем наши мышцы, а на заживление наших мышц требуется огромное количество энергии. И, я скажу даже больше, организм запасает больше энергии, чтобы восстановить больше мышц. То есть, когда мы тренируемся, у нас восстанавливается больше мышц, да, и они как бы растут. То есть, они порвались, организм больше энергии затрачивает, мы кушаем, естественно, да, при этом. И наши мышцы растут. Но, чтобы они росли, нужно поднимать большие веса, то есть, делать стресс для мышц. Мы делаем обычный вес, да, сначала. Организм привыкает к этому весу. И потом нам нужно сделать больший вес. То есть, например, мы делали 20 кг, на следующую тренировку делаем 25. Потому что организм уже привыкает к этой нагрузке. Но, естественно, не за одну тренировку, а там за месяц, допустим, да, если мы делаем один вес, то организм очень сильно привыкает к этой нагрузке и никакого результата не будет. Нам нужно увеличивать нагрузку постоянно. И чем больше мы увеличиваем нагрузку, тем больше рвутся наши мышцы. И тем больше энергии организм затрачивает на восстановление наших мышц. Теперь, что происходит, когда мы бросаем тренировки? Представьте, вы бросили тренировку. Организм вообще просто в полном шоке. Что делать? У меня еще там запас энергии огромный. Как восстановить его мышцы и так далее? А он забросил тренировку. Вот, что происходит. Организм начинает экстренный сброс веса, чтобы восстановить минимальный запас энергии. То есть, ту энергию, которая просто для жизнедеятельности человека нужна. Когда мы занимаемся, у нас повышенный запас энергии происходит. Нам надо больше потреблять, чтобы функционировать нормально и так далее. Но когда мы забрасываем тренировку, организм просто сбрасывает все лишнее, на что тратится дополнительная энергия. В этом случае наши мышцы. Чем больше мышц, тем больше энергии организму требуется, чтобы существовать. А когда мы перестаем заниматься, организм не получает больше стресса, ему больше не к чему придраться, не на что тратить больше энергии. Он просто скидывает эти мышцы. И, естественно, будем худеть. Но тут есть один плюс, знаете какой? У нашего организма, точнее у наших мышц, есть мышечная память. Что это значит? Это значит то, что если вы занимались спортом какое-то время, там, да, я не знаю, года два назад, то сейчас, например, вы сможете восстановить ваши мышцы гораздо быстрее, чем это начнет, чем это сделает тот человек, который начинает заниматься, ну, сначала, да. Вы восстановите гораздо, за пару месяцев быстрее эти мышцы, чем человек, который будет пахать и строить те же мышцы, там, годами. А вы восстановите за пару месяцев. В этом прикол. Ну вот, что же можно сказать в итоге? Да, если вы закончите заниматься спортом, то ваши мышцы начнут исчезать на глазах. Почему? Потому что организм будет возвращаться в начальное русло, в котором существует человек, да. Изначально родился человек, и у него запас энергии такой, чтобы ему хватало на жизнедеятельность. Но когда мы занимаемся спортом, то тратится гораздо больше энергии, и организму это, конечно, не нравится. Это ему не в плюс идет. Он вынужден просто работать, пахать гораздо больше. Поэтому, да, мы будем худеть. Вот это именно и есть причина. Теперь вы знаете причину, почему вы худеете. Но есть обратная сторона медали. Что происходит, когда вы жиреете? Это тоже случается, когда вы забрасываете тренировки. Например, человек начинает жиреть, когда он ничего не делает. Когда он занимался, он тратил много энергии. Но, когда он перестает заниматься, у него накапливается энергия, которая никуда не девается. Он сидит дома, ест столько же такими же порциями, которыми он ел при занятиях, но теперь энергия у него никуда не девается. Она скапливается. И эта энергия превращается в жир. Это единственное оправдание нашему ожирению, конечно. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Надеюсь, вам это видео понравилось. И вы узнали что-то новенькое для себя. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok